МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. 2 килограмма марихуаны. Наркозаказ не дойдет до своего адресата. Сотрудники полиции в Дагестане задержали выращивателей конопли. В поисках сокровищ древнего индерея. Что искали черные копатели в глубинах культурного объекта? Смотрите сегодня в выпуске. Две тренировки в день и решительный настрой на победу. Дагестанские борцы готовятся к молодежному первенству России. Сотрудники полиции задержали в городе Избербаши троих местных жителей, занимающихся выращиванием конопли. Предприимчивые мужчины хорошо ухаживали за своим огородом и не догадывались, что попали в поле зрения полицейских. Чем все закончилось в сюжете Камиля Девятова. Дома у этого мужчины сотрудники полиции обнаружили более двух килограммов марихуаны. На сей раз до клиента травка точно не дойдет. Вас где задержали? Дома. Самая популярная фраза в таких случаях выращивал для собственного потребления. Этот случай не стал исключением. Что такое? Семена конопли. Пью, курю и не краснею. Видимо, для этих любителей кайфа уже ничего не страшно. Ничего зазорного они в своем поведении не видят. А где берете? Сначала в огородке. В настоящее время трое злоумышленников задержаны. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретения, хранения, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Впереди следствие и суд. А пока процесс длится, дурман трава им будет только сниться. Камиль Девятов, Абдул-Алиев, телеканал ННТ, Избирбаш. Строящиеся многоэтажки в Махачкале проверят на наличие документов. Работа будет проводиться по поручению главы города. Так, некоторые домовладения уже попали в поле зрения властей. В двух районах столицы сотрудники администрации провели рейд. Выяснилось, что у владельцев строящегося дома по Акушинскому нет на это разрешения. Сейчас стройка приостановлена. На объекте по адресу Ирчика Зака ситуация схожая. На участке возведены с нарушениями сразу несколько многоквартирных домов. Данные строения отклонились от указанного проекта. И сотрудниками управления был собран материал и передан правовое управление. Стоит отметить, что организация рейда была связана с жалобами жителей прилегающих домов. По их словам, летающий песок и шум стройки доставляли значительный дискомфорт. Застройщик же не реагировал на просьбы соседей пойти на компромисс. Я неоднократно обращалась и говорила, что здесь просто творится беспредел. Никто не реагировал. Честно говоря, пользуясь случаем, хочу большую благодарность объявить Салману Дадаеву. Просто выразить свою признательность. И архитектору города. Я знаю, что это новая команда. Если вы так начнете работать, может быть, есть надежда, что в городе будет порядок. Нам нужно определиться, что делать в ближайшие 15 лет и чего стоит избежать. Такие слова были сказаны председателем правительства Артемом Сдуновым на второй экспертной сессии диагностика и определения проблем. Мероприятие проводилось в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Дагестана на период до 2035 года. Основная задача данной площадки – выявить ключевые вопросы развития республики и дать оценку экономике в целом. Сдунов выразил желание, чтобы все участники – федеральные дагестанские эксперты – работали одной командой. Сессия продлится два дня. По ее итогам будет выработан план практических рекомендаций и конкретных шагов. Я бы хотел, чтобы мы сейчас превратились в большую команду. И так разделялись, и ты их мнение. У нас должно быть уже наше мнение. Потому что от размещения производительных сил, правильной расстановки, в целом-то и успех зависит. Почему растут цены на баранину? Тема повышения стоимости мяса была в эти дни в числе самых обсуждаемых. Не обошел вопрос вниманием и глава Дагестана. В своем ежегодном послании Народному собранию Васильев связал рост цен с увеличением объемов экспорта. Сегодня средняя стоимость килограмма баранины составляет 450 рублей. Это на 100 рублей дороже, чем было ранее. Однако не все эксперты связывают это с поставками за рубеж. Мы наблюдаем, что с января по май каждый год такой рост цены есть. Но в этом году, конечно же, немножко превысило. Но есть определенная норма повышения цены. Скажем, повышается ли цена более 15-20% в течение какого периода происходит. Повышение цены есть, но такое значительное повышение только в рынке номер 2, в городе Махачкала. Но там определенный сговор есть. Этим занимается управление, федеральное управление, темно-напрони службой. В ходе семинара совещания, которое прошло в Аграрном университете, обсудили не только баранину, но и вопросы экспорта сельхозпродукции в целом. Специалисты Ростельхознадзора отчитались о проделанной работе. Так, только за прошлый год аграрии получили хороший доход, более чем в 20 раз превышающий показатели предыдущего года. Работа в этом направлении будет продолжена. За прошлый год было экспортировано у нас порядка более 4 тысяч тонн баранины. Это порядка 230-250 тысяч голов мелкого рогатого скота. Дело в том, что экспорт не может влиять на повышение цены. Наоборот, он стимулирует возможность развития сельского хозяйства для большего выращивания поголовья. Откопать склад и найти сокровища древнего Индерея пытались черные копатели в Хасавьюртовском районе. Горе-воры вырыли глубокие ямы в трех курганах Андреаульского городища. Преступникам было невдомек, что это объекты культурного наследия федерального значения. Чем закончились поиски сокровищ узнавала наш корреспондент Карина Баталова. Сегодня сложно представить, что тысячу лет назад на этом поле, засеянном пшеницей, был целый город Вавандар. В нем жили люди, предки нынешних индерийцев. Они занимались гончарным делом и звались тингрианцами. Своих владык древние хоронили совсем нажитым имуществом в этих курганах, похожих на обычные холмы. А где деньги, там и черные копатели. Пару дней назад здесь были обнаружены глубокие шурфы. Глубина этой ямы почти 13 метров. Здесь даже стоять страшно. Техника сюда не подъедет. Похоже, грабителям пришлось копать вручную, причем очень долго. Насколько оправданы были старания кладоискателей, судит историк Зайналабит Батыр Мурзаев. Будучи аспирантом, он входил в состав экспедиции археолога Мурада Магомедова и участвовал в раскопах городища. По его словам, все ценное здесь уже давно разворовано. Кроме керамики, кроме кувшинов или другого, здесь ничего нет. В свое время двое офицеров из крепости внезапной Нарышкин и Иуда Черный раскопали курганы. Увидев это, мои земляки потухом распределили все имеющиеся здесь курганы. И все же индерейцы поговаривают, что есть счастливчики, нашедшие здесь монеты и другие древние предметы. Ведь даже самая простая с виду железяка может принести черным копателям пару тысяч. Чабан Абдулла стал свидетелем работы кладоискателей. Говорит, что они были не местные. Я грабителей как-то не видел, что когда люди были или что-то не работали, они металлоискатели по полям ходили, говорят, мы ищем там металл или что-то, иногда свинец находим, пули находим. Сегодня один, завтра другие, очень много ходили там. Эта земля – лакомый кусочек для археологов, историков и кладоискателей. В прошлом один из крупных торговых и военно-стратегических пунктов Гунов и Хазар. Здесь даже находился работорговый рынок, в который стекались купцы из разных стран мира. Для защиты город был окружен мощной системой валов и рвов. Вот это надречная сторона древних валов, и там рвы, чтобы не поднялись. То есть это укрепление, это искусственно созданное людьми, это рукотворное. Вот они очищали от этой зелени и других, когда грозили враги. Обливали водой, ну, 70, вот сейчас тоже есть, наверное, где-то 70 градусов крутизны. А какой конь? Что? Человек поднимется? Не поднимется. Тем не менее, не все так ценят и чтят историю, как заиналбит Батер-Мурзаев. Этот объект федерального значения для некоторых ничего не значит. На километры здесь растянулась территория, объятая мусором. А на северной окраине городища установлено ограждение для закона овец. Вот такие люди, это приезжают, все здесь незаконные загоны, мусорят землю, короче. И еще видите, это взрослый человек, когда я ему ругаю, он говорит, что это не я, не я. Вот его машина, вот его вагон. Убираем мы индейцы, мы сами выходим, собираем мусор за них. Это учителя высшего образования, они помогают мне, вот выходят. А в последнее время они не пасут, просто отпускают туда. Вот видите, трофильку сделали, они отсюда ходят. Постоянно вот эти коровы заходят туда, и овцы заходят. Отсюда открывается прекрасный вид на следующий курган. У подножия вся та же грязь. Прибавились еще и останки животных. Напоминает картину из зомби-апокалипсиса, незначимый исторический объект. Ну и как показывать в таком виде местность туристам? Сотрудники агентства по охране культурного наследия республики обратились в правоохранительные органы. Виновных лиц обещают найти и наказать. Черным копателям грозит 6 лет лишения свободы или штраф в 5 миллионов рублей. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Хасавертовский район. Две тренировки в день и решительный настрой на победу. Дагестанские борцы готовятся к молодежному первенству России. Турнир в начале апреля пройдет во Владикавказе. Сбор нашей команды проходит в центре спортивной подготовки. На одной из тренировок побывал мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Двухнедельный сбор в самом разгаре. В поте лица вольники трудятся, не жаляя сил. На носу главный старт сезона. На первенство России отправится 45 дагестанских борцов. Буквально сейчас собрал ребят и сказал им, что чем вы в течение года занимались, то она и вот вы покажете себя. Если кто гулял, она бумерангом к нему возвратится. Кто тренировался, и он докажет, что он тренировки не зря провел. В сборной сейчас смена поколений. Прошлогодние чемпионы выступают среди взрослых, а вчерашние юноши готовы дать бой любому сопернику. Сами борцы уверены, омоложение состава – процесс естественный, и он не повлияет на итоговый расклад. Для Шарапа Алиханова первенство России станет в какой-то мере судьбоносным. Он уже много лет успешно борется в двух стилях, чередуя победы как по вольной, так и греко-римской борьбе. Но окончательный выбор спортсмен обещает сделать после этого старта. С каждым годом, думаю, определюсь, но когда остается определенное время от одного старта к другому, уже проверяя себя и в этом, и в этом посмотрим. Остались еще две недели до старта. Как войдем, покажем лучший результат. Как уже мы отборолись недавно иркутский по греко-римской борьбе. Занял второе место. Сейчас будем стараться завивать первое место для своей республики. И уже жирную точку поставим и выберем один вид спорта обязательно. До начала первенства ровно две недели. В последние дни борца оттачивают технику, больше работают в парах и проводят контрольные схватки. Программа насыщенная, но вольникам не привыкать. Первая неделя очень нагруженная. Пашин, короче. Утром зарядка такая легкая. Легкая, 11.30 уже тренировки, уже хорошие тренировки, напряженные. И пять часов тоже тренировки такие, такие же усердные тренировки. Очень настроенный, естественно, хороший настрой у всех. В этом году поближе тоже лететь никуда не надо. Хороший, вообще хороший настрой, короче. Больший настрой. На аналогичных соревнованиях в прошлом году дагестанцы привезли из Смоленска четыре золотые награды. Повторить этот успех во Владикавказе дома у основных конкурентов будет сложно. Но, возможно, убеждены в тренерском штабе. Первенство России стартует 4 апреля. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Редактор субтитров А.Семкин